Я хочу с вами поделиться тем опытом, что я каждый день вижу в больнице, я работаю анестезиологом, и иногда нас ставят на прием пациентов новых, которые пойдут на операцию. За день через меня пройдет 40 людей, и просто хочу вам дать то видение, которое я заметила за то время, которое я работала. Например, может прийти ко мне утром пациентка молодая, 30 лет примерно, найдет, пускай на варикозное расширение не будут удалять, она уже имеет где-то немного лишний вес, чуть-чуть повышенный уровень сахара в крови, у нее сидящая работа, и она думает, что она в принципе здорова, да? Потом через пару пациентов ко мне придет уже старшая женщина, лет 40-50, у нее уже почти менопауза, у нее уже остеопороз, у нее уже сахарный диабет, может быть высокое давление, и, например, идут менять коленный сустав. И в тот же день ко мне придет также бабушка, и ее привезут на каталке. Уже словацкие слова проскакивают, извините. Она уже сама не ходит, у нее уже, например, ампутирована нога. Она уже на завтрак, на обед и на ужин берет кучу таблеток. Я думаю, многие из вас встречали таких людей, или, может быть, к сожалению, имеют таких родителей, которые идут в аптеку и покупают целый кулек лекарств. Очень грустно об этом говорить. Я не хотела бы начинать с такой грустного момента, но это просто как такой толчок. Я хочу, чтобы вы, как говорила Иоанна, поняли, где мы находимся, поняли, откуда нам надо стартовать, и самое главное, думали о том, куда мы хотим прийти. Разве этого мы хотим для себя, для наших детей? Кто имеет детей в зале? Я думаю, многие. Не хотим, чтобы они так закончили, или чтобы мы так закончили. Мы хотим, чтобы... Я хочу, я хочу, чтобы я была активна до конца своей жизни, чтобы я познавала мир, чтобы мой ребенок мог мне радоваться, чтобы я могла радоваться его внукам, чтобы мы не ходили в поликлинике от врача к врачу. Я уважаю классическую медицину, я являюсь врачом, и это мне понравилось также в фирме Дуалайфе, когда туда пришла. Перед этим, если я с кем-то говорила, с другими фирмами насчет продуктов биологически активных добавок, то там, это супер, это супер, оно вам поможет от всего. Вот вы просто выпейте эту таблетку и будете здоровы. Слышали, да? Когда я пришла на ТОБДС, я хотела услышать наибольнейшие продукты, с доктором Кардышем поговорить, что мне понравилось. Он первое сказал, я хотел стать врачом, но не хотел лечить людей тем, что я не придумаю сам. Но он говорит, я уважаю классическую медицину, и есть такие состояния, я с ним согласна, когда просто без врачей не обойтись, это все должны понимать. И без таблеток не обойтись, без оперативного вмешательства. Но я хочу сегодня поговорить о профилактике, то, о чем мы забываем. Я хочу поговорить с вами о том, как сохранить свое здоровье. Нас учили в университете, как лечить болезни, а как их предотвратить. Поговорить о здоровом образе жизни, о том, что мы едим, о том, что мы должны добавить в свою еду, чтобы не прийти к тому, что я вижу каждый день в больнице. Поэтому я и хочу поменять кое-что в своей работе. С июня иду уже на гинекологию работать, чтобы потом женщинам рассказывать, как ей могут сохранить свое здоровье, то, что меня всегда вдохновляло. И поэтому сегодня поговорим о том, что любая профилактика, самая дорогая профилактика, она всегда будет дешевле, чем самое дорогое лечение уже болезни, которая возникла. Также мы... Ну, и с чего начать? Сегодня в нашем мире, может, где-то 50-100 лет назад, то, что мы ели, совсем было другое. Вкус был другой. Я помню, яблоки у моей бабушки, боже, это были такие яблоки, сочные, вкусные. Ты их съел, и ты уже наелся. Мы пошли в огород, и мы ели... Я вижу большинство старших людей, которые это пережили. И сегодня то питание, которое мы получаем, оно имеет избыток сахаров, имеет избыток неправильных жиров, оно быстрое питание. Из-за того, что бизнес овладевает корпорациям и миром, уже никто не задумывается, большинство людей не задумывается о том, что мы едим, а только чтобы нам это быстрее продать. Думает о том, чтобы оно подольше сохранилось. О том, чтобы оно... К нам... Они могут сорвать где-то эти фрукты, не знаю, в Испании, в Америке, несозревшими, не успеет этот плод созреть. Не существует того, чтобы помидор созрел за месяц. Он не получит эти все необходимые витамины, микроэлементы и так далее. И пока они доедут, или бананы, они их срывают зелеными, они чтобы были желтыми. То есть... И даже если вы стараетесь питаться здоровой, или в органические какие-то продукты употребляете, не может никто быть уверен. Действительно ли они органические? У нас в Словакии есть такая поговорка, органические от неорганические отличаются тем, что одни обрызгивают ночью, а другие днем. Вторая проблема – это химия в еде. То есть не только то, что химия имеет кожу. Еда имеет неправильное содержание микро-макроэлементов и всех необходимых продуктов, которые должны к нам поступать. но и еще и та земля, на которой она произрастает, она загрязнена разными органическими... ну, удобрениями, извините, у меня уже несколько языков в голове. Разными удобрениями, чтобы оно быстрее росло, антибиотиками, чтобы оно не болело. Раньше, когда это не было так промышленность развита, то те растения, которые произрастали на земле, они были чистыми. Животные, которые съели те растения, они нам давали чистое мясо. Сейчас эта химия в еде, она откладывает... Когда мы это съедим, если организм получает загрязненные уже продукты, то каждая клетка, она то, что получает, она так потом и работает. То есть откладывается в наших клетках, и она влияет на кучу, на большое количество метаболических процессов. То есть до конца еще даже изучили ученые это влияние на организм человека. Далее. Сегодняшний среде ежедневный стресс. То есть человек... Нам, по-моему, уже мало одной работы. У кого две работы? Или три? Каждая семья имеет уже не одну машину, а две, потому что надо и ребенка успеть отвезти, и папа должен далеко доехать до работы. То есть если мы уже... Нам одно дело делать уже мало. Нам надо еще позвонить кому-то, еще что-то почитать, телевизор включен. То есть мы постоянно, постоянно в движении, постоянно работаем. И забываем отдыхать, потому что надо работать, работать. Потом отдать детей в школу, в университет, потом еще что-то, ну и... А потом уже за внуками смотреть. И уже в больницу, собственно, прямо. И, конечно же, загрязнение окружающей среды. Об этом тоже мы... От этого мы никуда не денемся, потому что не каждый может выбрать город, в котором он будет жить, или в котором он родился. Я, например, в Словакии уехала за мужем. Мы живем в городе Руженберг, и там огромная фабрика перерабатывают, бумагу вырабатывают. У нас там работа, мы должны там жить. Плюс там встречается куча дорог из Словакии, из Украины, из Польши. То есть этот воздух, который загрязнен моим дышем, а дети имеют аллергии. С этим мы ничего не поделать, разве что заработать в Дуалайфе кучу денег и уехать жить на остров. А также еще одна проблема – это паразиты. Доказано, что 90% людей в Европе и Азии имеют паразитов. Полностью их не иметь – это тоже плохо, потому что тогда может развиться болезнь крона. Но это медики знают. То есть болезнь чистых рук называется. То есть для чего-то они есть. Например, внутри нас 95% бактерий, они кишечники, они полезные. 5% полезные всегда, лактобусы и так далее. Из этих 95% есть такие условно-патогенные. Все зависит от того, какое состояние у вас иммунитета. То есть если хороший иммунитет, они во благо работают. Если плохой, они такие – «О, сейчас что-то придумаем свое». Но проблема в том, что если у вас уже есть эти паразиты, они ухудшают вам это состояние иммунитета. Они съедают полезные вещества, эту курпицу, которую мы получим с наших продуктов, полезную, которую мы могли использовать, они ее себе забирают. Например, железо. У детей часто паразиты вызывают анемию, молокровие в народе называют. И потом дети или слабые, или головные боли. Часто паразиты являются причиной аллергии. Если вы можете думать, если у вас есть кошка, например, или собака, или вы любитель суши, то есть сырую рыбу едите, или просто чистите ее без перчата, паразиты могут попасть с очень-очень большого количества источников к нам внутри в организме. Если мы не готовы с ними бороться, то они потом вызывают такие проблемы. А мы можем даже не думать и не знать, что они являются причиной этих заболеваний. Это то, о чем я говорила, что наши клетки внутри нашего организма, они каждый день работают, каждый день они обновляются. Каждые семь лет, может, вы читали об этом или слышали, мы полностью обновляемся в наш организм. И это как строительство дома. То есть, если вы строите дом, вам нужны какие-то материалы для этого. Вы можете купить самые дешевые материалы, насколько этот дом простоит и как он выдержит. Как долго. Или вы можете купить качественные материалы, и что вам надо. То есть, вы идете в магазин, покупаете, вы видите список, и вам надо. Ваше тело каждый день нуждается в этих витаминах, минералах, аминокислотах и так далее. То есть, если мы их не получаем, то такой и будет результат. Отсюда и берутся болезни. Здесь вы видите исследование одной из швейцарских фармакологической фирмы. Она проводила это исследование в течение 30 лет. Они брали заборы из продуктов и определяли, какое количество микро-макроэлементов, минералов находится в наших продуктах. И здесь вы можете видеть огромное просто снижение этих питательных веществ. Кальция на среднем 78%, магния, витамина С. Просто это значит, что если мы 20-30 лет назад съели одно яблоко, мы получили в кое-то определенное количество этих веществ, то сегодня нам надо что, съесть 2 килограмма этих яблок? Ну, никто не съест 2 килограмма яблок, чтобы получить это. И мы скорее отровимся этими нитратами, которыми они политы и так далее. То есть, из-за этого и возникают болезни. Все мы думаем, ну, откуда столько рака взялось? Ну, откуда он? Потому что говорят, что в 2020 году ученые уже изучили, уже себе продумали, что каждый второй из нас будет иметь рак. Но меня это очень пугает. Потому что каждый второй – это я, например, или мой муж, или еще кто-то из наших знакомых. И здесь говорится о сердечно-сосудистых заболеваниях, какой был уровень в 1960-м, а также онкологические заболевания. А потом мы видим, как этот уровень просто огромный, очень сильно увеличился, да, и на это влияет цивилизация. То, что мы много стрессуем. Но также это связано с тем, насколько снизилось качество продуктов, которые мы употребляем. Это было доказано уже многими-многими учеными, которые за это получали и Нобелевские премии и так далее. То есть там будет и слайд, потом говорится один из Нобелевских лауреатов, говорил, что если ваш врач вам говорит, что вам не стоит употреблять биологически активные добавки, то вам нужно его просто поменять. И это вы видите на этом графике, насколько с тем, как снижалось питательное вещество в ваших продуктах, и как увеличивалась смертность из тех заболеваний цивилизационных, о которых я говорила, это сердечно-сосудистые, это сахарные диабет, это ожирение и так далее. Ну, и сегодня я с вами хочу поговорить о продуктах, которые вам дают выбор. То есть каждый из нас имеет выбор. Кто-то может съесть на ужин яблоко, кто-то может пирожок съесть на ужин, да, кто-то может пойти лечь, смотреть телевизор с пирожком, а кто-то может пойти на прогулку со своими детьми или быструю прогулку, как я сейчас это делаю, бег называю. То есть фирма Дуалайф, что мне нравится, то есть если ты хочешь жить здорово, ты начинаешь читать об этом, например, там сок свеклы или еще что-то, как его надо смиксовать, сколько выпить, два часа постоял, чаек для сердца. Но этим не имеем времени заниматься, я не имею этим времени заниматься, в 5.30 стою каждый день, так выспаться хочу. А тут вы взяли, налили себе 25 мл, или еще лучше, например, стакан воды, чтобы придерживаться питьевого режима, и уже получили эту дозу микро-макроэлементов, которая вам нужна. То есть взять эту квинтэссенцию продуманной природой, мудрость природы, которая соединилась с наукой, просто это легко, просто качественно, и вы выпили, и вы уже знаете, что вы сегодня позаботились со своем здоровьем. И фирма Doolife, она уже вышла на первой уровень, не только в Польше она работает, но они, с тем даже, что они недолго работают, 4 или уже скоро 5 лет, если ты хочешь остаться, расти быстро, не быстро, а качественно, то ты должен придерживаться некоторых правил, то есть мир, он работает по некоторым правилам. И эти правила установила для себя фирма Doolife для того, чтобы она завоевала уважение всему миру. То есть первое правило, это то, что продукты полностью без консервантов. Они, мы исключили термическую обработку за счет четвертого правила, это технологии паскализации, то есть когда уже готовый продукт под высоким давлением, примерно 2000 бар, при этом все бактерии и вирусы уничтожаются паразиты, но сам продукт, он остается та же ценность у него, то есть не теряются эти все активные элементы, как при термической обработке. Второе правило, это без генномодифицированных продуктов, то есть используем только натуральное сырье, которое, например, ягоды Каму-Каму, они поставляются из островов Амазонии, где-то мне рассказывал доктор Карпаш, крокодилы там плавают, вообще никак туда добраться. Потом, также у них есть во Франции, во французской полинезии, то есть там никто не живет, на этих полях только засеиваются, потом они выезжают и приезжают только собрать урожай. Третье правило, это стеклянная упаковка. Если вы знаете, воду, если простую залить в стекло, оставят на 2 часа, то она ионизируется, то есть она как антиоксидант уже работает. И стекло у нас и разное, и темное есть, и светлое, то есть для того они это не просто взяли, сделали исследование, как лучше сохранится продукт, тот или иной, витамин С или калориен и так далее. То есть стеклянная упаковка, она тоже так же делает то, что продукт, который внутри, если бы был в пластике, он может происходить реакция между ними, тогда он портится, и туда попадают канцерогены. Со стеклом такого не происходит. И пятое правило, это только целостные ингредиенты. Это имеется в виду, что они полностью натуральные, неизмененные. Но также я это для себя понимаю так, что вы не получаете, например, в банке один продукт, ну, например, чеснок или железо. То есть, что мне нравится, доктор Кардаш, он работал над своими исследованиями, он биолог сам по природе, он хотел всегда это делать, делиться с людьми знаниями. Он 16 лет отдал своим изучением растений, он их садил в разные загрязненную среду и потом смотрел, как растения, работая с бактериями на корнях, и как очищают эту землю. Мне нравится, что фирма Dual Life, компания, не были продукты созданы для фирмы, но фирма нашла этого человека, который этому отдал жизнь и вложил всю душу и сердце в это. И он работал над такими понятиями, как синергизм, как фиторемедиация. Это значит, что ремедиация, возвращение к жизни фиторастения. То есть, как одни продукты, как одни растения работают с другими. Есть, например, в каждом из наших продуктов, например, день или ночь, мы будем о них говорить, один лидер, например, нони, а другой будет его синергизировать, то есть, помогать проявлять его действия. То есть, если бы вы выпили только одно из этих растений, да, оно бы помогло, но не так, как если его комбинировать с другими, которые его еще поддерживают и усиливают его действия. И на этом слайде вы видите всю нашу линейку продуктов. Она такая разноцветная, моему малышу очень нравится. И слева представлены биодобавки, которые в жидкой форме, то есть, это как клеточное питание. Они используются для профилактики болезней, для поддержки, для дополнения всех нужных микро, макроэлементов, витаминов, минералов, которых нуждается в ваш организм. Также масло новое наше, которое представит наш дорогой доктор. И детский сироп. А справа вы видите капсульные продукты. Они уже направлены на какую-то проблему, на ее решение или же на ее профилактику. И здесь нельзя обойтись без нашего отца медицины Гиппократа, который еще тогда знал, что от того, что мы едим, зависит, будем мы здоровы или нет. То есть, пускай пища будет твоим лекарством, а лекарство пищи. И нас еще учили, что каждое лекарство отличается от яда только дозировкой. Об этом тоже помнить нужно. Также мы еще очень рады, что в наших продуктах заложены и те исследования, которые получили и Нобелевскую премию. То есть, доктор Кардаш уже 4 или 5 лет назад недолго работали над продуктом день и ночь. Он знал, что метаболизм человека, он разделяется на дневной и ночной. То есть, наш организм нуждается в разных продуктах днем и ночью. И в прошлом году вот здесь нарисованы три американца, которые получили за это премию. Они скорее получили и давно уже были исследования в этом метаболизме и так далее. Но они это как подсуммировали и разделили этот метаболизм человека. И мы очень рады, что мы идем в этом направлении и в современном. И то, что мы это начали еще до того, как это было Нобелевским лауреатом отзначено. Теперь уже переходим к нашим продуктам. Дуалай в день, если, например, кто-то есть здесь новый, есть здесь кто-то новый. Да? По первый раз. Субтитры сделал DimaTorzok